7 лет назад мы уволились из хорошего агентства Leoburnet, где у нас были большие зарплаты, и все шло хорошо, и решили попробовать сделать свое. Это как раз одна из фотографий, когда мы начинали. У нас в тот момент не было ни денег, ни клиентов. Мы сняли, мы это называли офис, но это было больше похоже на квартиру на Павловской, но это даже была не квартира, потому что квартиры заканчивались на 12 этаже, а если по ступенькам еще пойтись, один этаж под крышей было такое, похожее на квартиру, чердак. Это был наш первый офис, и когда туда заходишь, он такой был интересной вытянутой формы. У кого были длинные руки, мог от одной стенки достать до другой. И мы в этом офисе сидели, ходили на работу. Работы на самом деле у нас в тот момент не было, но ходить надо было. И мы искали, окей, чем себя занять. Мы тут довольно веселые на этой фотографии, но это был вообще не веселый момент у нас в тот момент, потому что где-то недавно ушла наша первая сотрудница. Она пришла месяц назад и сразу уволилась, потому что она как-то быстро поняла, что как-то вроде дела не очень и не очень будут. Мне кажется, нам тогда повезло, что мы были ужасными руководителями. Вот если ты ужасный руководитель, тебя жизнь заставит в эту зону смотреть, заставит тебя в эту зону учиться. Если ты более-менее нормальный, то ты даже можешь не знать, что там есть целые знания, ты просто на интуиции идешь. Есть такое поверье, что мальчики, которые очень популярны у девочек в школе, когда вырастают, не очень становятся потом в жизни. Так что мы были прямо в управлении ужасными. Мы не понимали, как руководить людьми, и как делать, и как набирать команду. То есть вот эта корпоративная культура у нас, наверное, был ужас. И могли бы ли мы тогда подумать, что пройдет пару лет, и мы станем самым креативным агентством в Украине, а спустя 7 лет мы стали лучшим дизайн-агентством в мире. Это как раз церемония. Это вот в Берлине была церемония Red Dot. То есть 65 стран участвуют, 8,5 тысяч работ соревнуются. И впервые украинское агентство стало лучшим дизайн-агентством в мире. Это был действительно очень эмоциональный такой момент, что ты ничего себе. Мы прошли большой путь от того, что мы называем выращивание шампиньонов. Я сейчас к этому вернусь. У нас есть в банде, вот мы со временем пришли, что мы хотим не просто строить банду, мы хотим в этой стране качать креативность. Мы хотим, чтобы в Украине креативность стала значимой. Потому что мы верим, чем больше разные компании, организации, учреждения будут использовать креативность для решения своих задач, тем наша экономика быстрее начнет расти. И чем человек внутри себя больше развивает креативность, тем ему становится жить интереснее. Он становится интереснее другим людям. И в принципе креативность – это очень мощная энергия. У нас есть миссия сделать креативность значимой в Украине. И у нас есть враг. То есть если мы строим бренд, стратегию, у тебя есть миссия, у тебя есть враг. Наш враг, в принципе, все эксперты и все, кто себя считает большим экспертом. Все, кто считает, что он уже знает, как надо, он разобрался, он уже… Вот все, делайте так, слушайте меня. Как только человек становится экспертом, он сразу перестает смотреть на вещи под другим углом. Он сразу перестает видеть очень много важного и замечать много важного. Естественно, если он эксперт, он боится ошибаться. Он хочет быть всегда правым. Он всегда уже становится серьезным, деловым. Поэтому наш враг, мы всегда боремся с очень серьезным лицом. Мы не хотим, чтобы, знаешь, когда на встречу все приходят, и все такие деловые, с той и той стороны, это не про нас. Мы не верим. Мы по себе заметили, что, как правило, лучше всего проекты, и самые успешные проекты, получается, с людьми, с которыми на встрече много какого-то такого непонятного хаоса. Может, даже кто-то кого-то перебивает, кричит, но нет вот этой формальности, что… А теперь слово передаем Юрию, который отвечает на за это, а теперь Юлии и вот этого вот, всего вот этого нет. Чем больше такого бардака детского, тем лучше. Вот вначале наш метод управления был похож на выращивание шампиньонов. Мы так это поняли. А чтобы ваши шампиньоны хорошо росли, кто занимается выращиванием шампиньонов, их нужно держать в темноте и от всего как бы закрывать и обезопасить. И мы то же самое делали с людьми. У нас в какой-то момент была очень непростая ситуация в агентстве. Наверное, это был большой кризис. И есть такие красивые слова преддефолтное состояние или что-то такое. Но мы, естественно, людям это не говорили, потому что мы думаем, ну сейчас они расскажем, они разбегутся, запаникуют, будут стрессовать. Мы в себе это держали, делали вид, что офигенно. Люди, с другой стороны, понимали, что что-то происходит, что-то не так. Из-за этого тоже были напряжены. Мы потом уже со временем поняли, что шампиньоны это не очень креативная форма, в принципе. И решили идти радикально в другом направлении. То есть если мы не хотим выращивать шампиньоны, то идти в сторону максимальной открытости, света. Это похоже было на наш в офисе, где ребята сидели. И если мы хотим строить креативную культуру, то нам нужны три вещи. Это безопасность. Люди на работе себя должны чувствовать в безопасности. Они должны понимать, что происходит, что с ними все окей, что тут ничего не случится страшного, их никто не обидит, их никто не унизит. Доверие. Очень интересно, это не то, что они должны доверять компании. Они должны чувствовать, что компания доверяет им. Что вот я пришел, и компания мне доверяет. И она делится со мной информацией. И она не боится, что я побегу, все расскажу. То есть вот это про какие-то секреты. Ну и веселье. В общем, без веселья не бывает креативности. Мы к этому пришли. Не знаю, сколько у нас лет ушло на это. Но у нас первые годы не очень было весело в банде. А сейчас, возможно, даже слишком весело. Интересно, что креативность нужна не только креативным агентствам. Макинзи провели анализ своих десяток тысяч клиентов и выяснили, что компании, которые используют в своих процессах дизайн, сэйнгинг, креативность и все остальное, их прибыль растет в два раза быстрее, чем у компаний, которые просто в своей категории действуют в среднем. То есть, в принципе, креативность – это очень выгодная вещь в бизнесе. LinkedIn сделал исследование, какие будут самые востребованные soft skills. Ну, soft skills. Забыл, как это сказать по-человечески. Способности в 2019 году у людей. И креативность номер один в среде этих способностей. Мне очень нравится, что тайм-менеджмент на пятом месте. Меня это как творческого человека очень радует. И Forbes тоже решил не отставать. Какие самые там способности. И опять креативити номер один. То есть, вот сейчас начинается во всем мире огромная востребованность творческих способностей. Нам, украинцам, с этим повезло. У нас нет огромных ресурсов нефти. Что там еще обычно бывает у стран ресурсов силы. Да, у нас нет этого большого ресурса. Но украинцы всегда были творческой нацией. Мы хатки любили раскрашивать. У нас фольклор очень такой яркий, образный. То есть, украинцы мы всегда были образными. Да, то есть, мы не интеллектуалы. Мы эмоциональные, добрые, веселые ребята. Креативность — это, в принципе, наш дар. Просто в свое время как-то в мире начало править прагматизм. И эта креативность никому не была нужна. И, скорее всего, мы решили, что, ну, наверное, блин, мы что-то не то, мы это. И мы как-то чуть-чуть себя приуныли. Но сейчас очень круто. Сейчас именно креативность стала самым востребованным в мире. И это наше время. Вот тут видно, что лидершип, да, лидерство на седьмом месте способности, аналитическое, критическое мышление на третьем. Что там, технические вообще на девятом месте. То есть, если вы учитесь на программиста, зря. Так, про врачей. Ладно. Хорошо. Я сейчас побегу быстро, как мы банду делаем бандой. Что у нас получается, что не получается. Какие для нас вещи. Как мы пытаемся создать культуру креативную. Потому что, на самом деле, если у тебя креативное агентство, это не значит, что у тебя внутри креативная культура. Вот я не сразу это понял. Что если ты сам креативный, это не значит, что ты можешь сделать креативную компанию. Что это все-таки чуть-чуть разные вещи. Создать креативную компанию и быть креативным. И создавать креативную культуру. Это тоже другое, чем просто самому уметь придумывать. Когда мы ходим на работу, мы себе решили, что мы хотим приходить на работу и создавать значимые проекты вместе с людьми, которыми мы любим. То есть, мы хотим этих людей быть рады видеть каждый день. Что мы не берем талантливых мудаков, которые токсичные и готовы там что-то за спиной. Ты хочешь пойти и с каждым этим человеком радоваться, повстречаться, попить кофе, пообсуждать что-то. И у нас есть термин делать проекты большими ушами. Это значит, что прежде чем что-то начать делать, надо очень сильно погрузиться. Что ты учишься задавать много вопросов, которыми ты так, если у тебя задача это представить как какую-то стену, то ты своими вопросами как бы стучишься по ней, пока не разобьешься и не проникнешь внутрь. И задавать вопросы — это отдельный навык, оказывается. Мы не знали. Я думаю, может, скорее всего, многие знают, но мы не знали, что, оказывается, вопросы можно научиться задавать. Что если ты приходишь на встречу, то ты можешь научиться задавать вопросы, чтобы встреча произошла гораздо лучше, и ты больше узнал, и больше вынес, и даже второй стороне стало полезнее. И вот мы это называем большими ушами, то есть погружаться в проблему. Так, я сейчас разберусь, куда направлять кликер. Ага, вон туда. Не працюю. Оп, безлимитный отпуск рано. Сейчас разберемся. Это хороший совет был. И вот про название «делать дело большими ушами». Мы когда начали делать, чтобы сделать свою культуру в компании, надо дать свои названия многим вещам. Тогда у тебя появится своя культура. Что, в принципе, если взять разные культуры в мире, что их отличает в первую очередь? Как правило, это язык. Поэтому, если хочешь сделать свою корпоративную культуру, ты должен дать свои названия каким-то важным для тебя вещам. У нас есть безлимитный отпуск, что любой человек может ходить в отпуск сколько хочет, и мы ничего не считаем. Он заранее просто предупреждает свою команду. Я вот собираюсь, он может уйти на месяц, на два или на пять дней. И это наш способ показать доверие, что мы доверяем, что люди ответственные, взрослые, и они распорядятся это с умом. Это наш способ показать то, что мы считаем людей ответственными, и мы не хотим считать и гоняться за ними. Мы про образование, поэтому мы оплачиваем 70% любых курсов, если человек хочет развиваться. И мы себе сделали ценности, как в любой бренд, компания, у них же есть ценности, которые пишут на стенке. И чтобы эти ценности работали, мы решили их сузить до одной единственной, убрать все лишнее. Мы решили, что если будет одна единственная ценность, то как минимум ее легко запомнить, легко транслировать, и не очень легко ей на самом деле до конца соответствовать, но как минимум она не размоется. Не будет, что там клиентаориентированность, качество, что там доверие обычно. У нас это искренность. Мы взяли себе искренность. То, что искренность формирует на самом деле очень много вещей. Она дает и доверие, если ты начинаешь быть искренним. И она помогает тебе быть чуть-чуть более счастливым. Как только ты перестаешь тратить энергию на удержание количества огромного маленькой ужи, тебе становится жить легче. И на самом деле большинство людей себя считает честными. Мало кто себя считает. Я лугун. Я всех обманываю, манипулирую. И чаще всего мы пользуемся инструментом. Это не ложь. Это называется белая ложь. Это когда ты, чтобы другому человеку было лучше, ты ему чуть-чуть… Ну, когда там молодой человек спрашивает у своей девушки, как ты думаешь, у меня большая попа? Она говорит, да нет, что ты, мне нравится. Да, это как бы вроде ж… Она ж не обманывает, она это хочет во благо сделать. Да, и вот эта белая ложь, если за собой начинаешь наблюдать, в течение дня встреет прям повсюду. Мама звонит, спрашивает, ты что, простыл? Да нет, все нормально. Да, сам соплями. Ты как бы маму обезопасиваешь. Так же и с клиентом происходит. Типа, как там у нас дела по проекту? Ну, работаем. А еще никто не садился. И мы начинаем в такое обманчивое впечатление вводить. То есть мы как бы берем на себя ответственность решать, что надо знать тому человеку и что и не надо. Да, и мы его как бы хотим спасти, его чувства. И мы начинаем увлекаться в этой белой лжи. И начинаем, в принципе, очень много действовать, говорить. И потом у этого есть последствия. Сэм Харрис в своей книжке, есть книжка, называется «Ложь». Он написал очень хороший пример. Например, когда делали там жене, диагностировали Альцгеймера, врач сказал мужу, но решили ей не говорить. Ну, чтобы она не знала, что у нее такие проблемы, чтобы себе не накручивала и все остальное. Спустя год она в библиотеке рыло, сопоставляла свои симптомы. И сама себе диагностировала, что у нее Альцгеймер. Но решила никому не говорить, особенно мужу. Потом, спустя еще год, когда ей там делали какую-то другую операцию, врач проболтнул со старшему сыну, что на Альцгеймера это не повлияет. И так узнал старший, который тоже не знал. И только там со временем узнал дочь и младший сын. Пришло время. И когда узнал младший сын последним, он подумал, о, классно, что мне никто не сказал. Нет. Он подумал, блин, какое же, блин, предательство. Меня лишили возможности все эти годы поддерживать, быть с мамой, дать ей внимание, чаще ей звонить, чаще с ней видеться. Да, потому что решили, что лучше мне этого не знать. Да, искренность — это источник силы и гениальной простоты. Как только ты начинаешь действовать без вот этих маленьких «жи», да, перестаешь говорить, когда я уже подъезжаю, а сам еще даже не вышел, у тебя действительно появляется энергия. Потому что ты перестаешь как бы тратить усилия на прикрытие вот этих маленьких штучек. И ты начинаешь, во-первых, видеть, как другие люди действуют. Вот как понять, что человеку нельзя доверять, что вас человек обманывает. Он же, как правило, вам не врет напрямую, ну или вы не можете это определить. Вы это понимаете, когда он звонит, например, своей подружке, да, и он говорит, да, я уже там что-то. А вы знаете, что он сейчас делает совсем другое. И вы понимаете, он может соврать ей. Скорее всего, в аналогичной ситуации он соврет мне. Да, даже дети, как дети учатся врать, они слышат, как их родители врут другим взрослым. Они понимают, что врать — это инструмент. Мы в банде решили поделиться цифрами внутри агентства. Мы для сотрудников открыли наш ревенью, наш оборот, наш зарплатный фонд, нашу прибыль, наши расходы, в том числе там на всяких, там, сколько офис обходится, сколько стоит содержание агентства в день. Нам вначале было очень страшно. Мы думаем, сейчас покажем зарплатный фонд, люди быстро разделят среднюю, сравнят со своей, подумают, что-то вдруг мне не доплачивают. Отплачивают. Или посчитают, например, когда узнают, сколько стоит один проект, а проект стоит действительно больших денег. Если у меня свои зарплаты, он подумает, блин, так это если бы я делал, то мне бы это… То есть открыть это было страшно, но в итоге наоборот оно произошло, что люди поняли влияние, например, что скорость закрытия проектов, как скорость закрытия проектов влияет на доходность агентства. Что 2, 3, 4 незакрытых проектов в год из 50 уменьшают прибыль на 30%. Что не зная цифр, ты не сможешь это понять. И ты тогда понимаешь свой вклад, и ты понимаешь, почему надо делать больше или быстрее, или лучше. Это прям очень классный эффект. Мы теперь каждые полгода рассказываем наши цифры, куда мы идем. Мы можем тогда ставить планы. У нас есть такая вещь, мы назвали это приветливое ожидание неприятностей. Обычно мы в жизни считаем себя оптимистами. Мы считаем, что мы найдем вторую половинку, женимся, у нас будут дети, мы будем ездить в отпуск, мы найдем отличную работу, но все будет хорошо. Но вдруг, когда звонит в 7 утра клиент, ты такой, бля, что-то случилось. То есть мы в длинную, как правило, оптимисты, но в течение дня мы сотню раз пессимисты. Мы сотню раз думаем, блин, что-то плохо, что-то плохо. И из-за этого мы постоянно находимся в стрессе. А стресс – это убийца креативности, что если ты в стрессе и такой весь напряженный, то ты не можешь думать смелой идеей. И мы назвали это приветливое ожидание неприятностей. То есть мы исходим из того, что в течение дня 100% случится что-то плохое. Кликер перестанет работать. Микрофон тоже, наверное, может перестать. Люди не придут, начнут уходить. Не знаю, таксист будет хамить по дороге. Каждый день что-то точно плохое случится. Если ты исходишь из того, что день должен быть идеальный, и как только что-то плохое случается, ты такой, опять, вот это, что оно, что эти все таксисты, такие ужасные, то ты, в принципе, все ими несчастный. Если ты смотришь на это, что, о, я знал, что сегодня случится что-то неприкольное, и вот оно, класс, это таксист. Окей, нормально. Это кликер. Окей, кликер – это не так уж и страшно. То есть ты открыт к неприятностям. И если ты открыт к неприятностям, то они тебя не ранят. Ты знаешь, что это нормально. Они будут происходить, они приходят, как в компьютерной игре, что плохие герои на тебя нападают. Ты же такой не… О, боже, опять на меня напали, день испорчен. Да, это норма, это такая игра. И тогда ты становишься гораздо оптимистичнее. И даже когда клиент звонит в 7 утра и все плохо, ты такой, о, вот это неприятность, нормально. Да, привет, проблема, заходи скорее. Да, мы открыты к проблемам. Мы не пытаемся их, типа, чтобы их не было. Мы такие, о, интересно, что мы с этой проблемой сделаем, как у нас ее получится преодолеть. Отдельно то, что мы качаем в банде, и если честно, у нас это получается с трудом, это оказалось очень-очень сложно для нас. Потому что мы не очень такие супер приветливые, открытые, добрые ребята. Это умение хвалить. Потому что критиковать всегда легче. Да, наш мозг устроен, что мы негативные, видим всегда больше. У меня знакомый работает в туристическом бюро. Говорит, отправишь людей в лучший отель, в лучший Египет. Вернуться. Как прошло? Ну, конечно, там что-то-то было не очень. То есть вот все, что было очень, они молчат. Там солнце. А вот что-то, все, что не очень, они обязательно скажут. Да, то есть мы, в принципе, так устроены люди, что нас всякое покритиковать, это легко и с радостью. А похвалить это тяжело. А в совке, в принципе, хвалить разучили. И потом родились дети, воспитанные родителями, которые не хвалили. Их в детстве не хвалили. А что я буду хвалить? Меня не хвалили, и я не буду. И так у нас Женя Дворецкая, наш менеджер, она придумала день похвалы. Это день, когда в агентстве запрещена критика. И что бы ты ни сказал, оно должно говориться через позитивное. То есть если у тебя, например, оценка идеи, ты должен там из 10-7 идей убить, то ты не можешь говорить отрицательное на эти идеи. Ты должен остальные 3 так похвалить, что все поняли, что остальные 7 не имеют смысла. У нас есть там за это разные наказания, кто штрафит. Я там одну покажу. Мы серьезно подходим к этому дню. У нас есть постеры. Вот день похвалы. Молодец. Это Эдик, он недавно в день похвалы был сильно злым, а у нас тогда был штраф, это в балетной пачке ходить. И по чуть-чуть, как это работает, что если ты целый день становится игра хвалить. Ты только приходишь в офис, а у тебя классная стрижка, а у тебя такие сандалики, а вот ты такой молодец, ты так красиво сел на стул, а какой у тебя кофе, наверное, он черный. Ну то есть ты все дурачатся, это же день похвалы, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но потом ты замечаешь, что ты некоторым людям сказал что-то приятное, возможно, впервые вообще. То есть ты с ними не пересекался по работе, ты с ними не общался, и вдруг ты просто так в шутку сказал у тебя там, не знаю, рюкзак с двумя лямками, это так необычно, мне нравится, еще что-то, да. То есть ты вовлекся в это, ты попробовал такой, о, прикольно, мне нравится, это не так уж сложно. Это похоже на эффект, когда первый раз говоришь девушке, я тебя люблю. То есть ты, прежде чем сказать это первый раз, ты можешь решаться прям, я не знаю, неделю, может, месяц, ты так, как это сказать, а уместно, неуместно, а рано, не рано, а могу, не могу, а что она ответит. Потом ты это раз говоришь, проходит год-два, и ты там в мессенджере за день можешь 50 раз написать, люблю, любимое, дам, 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 дам. То есть это, как только ты перешел через это, то это становится гораздо легче. То же самое с похвовой. Как только ты поигрался в игру хвалить, потом хвалить становится легче. Думать руками. Мы пришли к тому, что все-таки компьютеры – это убийца творчества, хотя Adobe, Dropbox и многие компании говорят, что это помощники, и с одной стороны он помощник, а с другой стороны, как только ты залипаешь, то ты как-то становишься думать очень странным образом. И мы это назвали думать руками, что чем больше ты делаешь руками, чем больше ты пишешь рукой, чем больше ты стикеров, когда придумаешь название, делаешь. Если ты что-то фотографируешь, пилишь, красишь, то идеи становятся смелее. И мы у себя в офисе стараемся как можно больше делать чего-то физического. Не придумывать за компьютером, если ты копирайтер, не придумывать в Word. Сидишь там и что-то пытаешься написать или смотря ленту Facebook, что нужно что-то делать физически. Когда ты начинаешь физически, у тебя моторика включается, у тебя мозг становится более творческим. И чтобы творчество приходило, то хорошо бы иметь место для этого. То есть творчество, креативность хочет приходить там, где ждут его. И круто сделать в офисе. Мы чуть-чуть перегнули планку, но даже если у вас не такой креативный офис, то хорошо, чтобы в офисе было место, где если надо подпитка креативности, то ты знаешь, что можно пойти там посидеть, попридумывать, поболтать, и там вот энергетическое место для креативности. Выделить там переговорку какую-то, или уголок, или это может быть даже одно стуло, что это стуло хороших идей. Ты туда садишься, и тебя прет. И оно начинает работать. Мы, в принципе, весь офис превратили в такое место для творчества, которое не очень похоже на офис, а скорее больше на коворкинг для закрытой группы людей. У нас там есть бар, у нас кухня не отдельной комнатой, а частью всего офиса. То есть ты как бы либо всегда на кухне, либо кухня всегда на офисе. Мы переговорку сделали в бассейне. Это любимое место многих у нас. И что еще важно для нас? Мы это назвали уверенное незнание. Это как раз антиэкспертность. Нам нравится не знать, и нам нравится говорить клиенту, что мы не знаем. И очень многие клиенты не понимают, мы же к вам пришли, потому что у вас опыт, потому что вы эксперты, потому что вы сделали. Как нам поступить в нашей ситуации? Мы говорим, не знаем. Мы не знаем еще. Каждая новая задача для нас как повод что-то новое узнать. То есть для нас важно не быть такими, о, мы все выучили, мы все умеем, мы там номер один, мы самые лучшие на этом рынке. Вот таким. Мы всегда исходим того, блин, а черт его знает. Ну давайте будем разбираться, учиться, пробовать что-то. Что для нас это всегда способность, возможность, типа, открыть для себя что-то, что мы еще не пробовали. Нам неинтересно делать одно и то же. игривость. На каком-то этапе развития нам стало реально тяжело. То есть на работу ходить пересталось ходеться. То есть я утром просыпался, думал, не хочу, лучше бы заболел. То есть количество стресса, нагрузки, проектов настолько поднялось. Ты как бы вроде и хорошие проекты делаешь, но что-то, блин, вообще не прет. Вообще нет радости. И мы поняли, что мы потеряли игру из процесса. Мы начали делать работу. Типа, есть задачи, мы их выполняем, какой-то результат, и исчезла игра. И тогда мы стали париться про игривость. Что мы хотим, чтобы не делать проекты, мы хотим играть проекты. То есть есть условия игры, есть финал игры, то есть результат, которого мы должны достигнуть. И мы хотим, играючись, к этому результату прийти. Мы не хотим, умирая, к этому результату прийти. И если мы играем, а мы очень азартные ребята, мы хотим не просто играть, мы хотим играть на самом сложном уровне. Нам интересны самые сложные игры. То есть мы из тех, кто когда играет в PlayStation, они включают самый сложный уровень. И, соответственно, мы хотим брать самые сложные проекты. Если ты играешь на самом сложном уровне, то, конечно, у тебя будет невероятное количество неприятностей в процессе. Режиссер не будет брать трубку. Клиент подвинет срок сдачи на неделю назад. Клиент убьет все идеи. И ты такой, ну да, это же сложный уровень. Мы любим сложный уровень. Нам интересно, как мы будем играть в таких условиях. Нам не интересно играть, когда там выбрал этот, есть такой практически без трудностей в игре, и ты просто смотришь за происходящей ситуацией. Нет, мы осознанно играем и играем на самом сложном уровне. И мы не расстраиваемся, когда нас полностью размазывают. Вот Артур хорошо рассказывал сейчас WorkUA. Они недавно уже на третьем подходе зарубили все наши идеи. А ты думаешь, ах ты, сука. А потом думаешь, окей, окей. Сейчас интересно, что мы с этим сделаем дальше. И как и в любой игре, если тебя убили, да, ты такой, черт, давай, запускай еще раз, полетели. Посмотрите в своей компании. Смеются ли у вас? Шутят ли начальством? Подкалывают ли друг друга? Юмор и креативность всегда очень связанные вещи. Чем больше юмора в компании, тем больше креативности. Если боятся шутить, если все серьезные, не будет творчества. И поэтому юмор это всегда индикатор. Вот мы, у нас Ярик, сооснователь, он долго выбирал рюкзак, и мы ему подарили. И когда в компании появляется доверие, открытость, люди могут делать все, что хотят, удивительно, что они начинают работать больше. То есть они действительно начинают сидеть дольше. Им уже надо их выгонять с офиса. Начинают сами. Никому не надо говорить, приходите на выходные. Я встаю в шесть, я чтобы не раздражать всех, знаете, обычно неудобно ходить раньше, чем начальник. Я стараюсь в шесть вставать и уходить, чтобы все спокойно могли уходить домой в том числе. Мне стыдно признать, но когда мы начинали, мы прошли этап от того, что искать способ, как штрафовать людей за опоздание, пришли до того, что вообще мы не знаем, кто когда приходит. Я раньше обеда в офис не прихожу. Я заметил, это не влияет на продуктивность. Это офигеть. Я даже больше стал работать, когда стал меньше в офисе сидеть. И тогда вот, когда даешь людям свободу и доверие, наконец-то в компании появляется самоинициатива, инициативность. Кто руководит, знает, что единственная мечта любого руководителя, чтобы сотрудники взяли наконец-то инициативу, что-то предложили, что-то сами сделали. Чтобы не просто выполняли задачки, а сами начали что-то делать и предлагать, и вовлекаться. Так вот у нас Лена, наша HR, она придумала гениальную вещь про и открытость, и про эмоции, и про настоящее, и про ранимость. Ранимость — это одна из ключевых вещей, которую можно себе развить, чтобы стать креативнее. это стать ранимей. И она придумала сделать родительский день. пригласить в агентство родителей, чтобы они увидели, где их дети работают, что их дети делают, с кем их дети работают, какие вещи там, как это все происходит, чтобы родители увидели и подумали, блин, это же моя дочка, или это мой сынок, как же круто, да, вот это, и чтобы дети смогли родителям показать, чем они занимаются. Вот я взрослый, вот я делаю, вот в таком я месте, да. Так. Сейчас. Это в итоге... Это стал самым эмоциональным днем, да, потому что ты вдруг можешь соединить свой личный мир и рабочий мир, да, ты можешь показать, какой ты, потому что через родителей тоже тебя видно, и они познакомились все друг с другом. Мы провели лекцию, в принципе, что такое банда, чего мы достигли, да, чего достигли их дети, какие крутые вещи могут делать их дети, и какие награды могут получать их дети, и с какими клиентами работать, и как развивать креативность могут их дети. Родители, конечно, там было реально очень много слез. Просто многие прям плакали, и все, потому что это настолько было много эмоций. теперь дедушка приехал, а это мои. Папа приехал в Сато, он меня служит, для него вообще было, говорит, так иди в рабочие места. Я предлагаю всем нам делать эту страну креативнее, делать креативнее себя, и давайте сделаем креативность значимой в Украине. Спасибо. 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 Спасибо.